За 20 часов вы собрали 400 лайков, это в принципе неплохо, да и в комментариях вы писали, чтобы я продолжил играть в данный мод. Ну окей, давайте побегаем ещё. Не забудь про лайк и также про подписку на канал. Я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Придётся нам, видимо, сегодня, друзья, путешествовать вот в такой вот пасмурной погоде. В общем-то, я прочитал ваши советы в комментарии, и давайте-ка сразу сейчас их озвучу. Во-первых, по поводу радиации. Мне многие говорили, что радиацию лучше выводить, её лучше не копить. Почему? Потому что она действует с эффектом накопления. То есть сейчас, если у тебя есть радиация, то ничего страшного. Однако потом у тебя уменьшится бег, уменьшится прыжок, и у тебя вырастет пятая нога. У нас их и так уже 4, поэтому нам хватит, думаю, 4. Вот, поэтому что-то с радиацией нужно делать. Дальше многие просили понизить фофф, я его понизил, ну потому что цыглы, да, то что вот так играть поприятнее будет. И сейчас мы отправляемся выполнять своё первое здание на сегодня. Так, тайники. Тайники это важно, потому что здесь, кстати, их довольно-таки много понатыкали. То есть, если вы думаете то, что это всё, нет. Вот, возможно, вот тут будет тайник, давай-ка посмотрим. Но он пустой, да, видимо, тут ничего нет. И, возможно, где-нибудь вот тут начали делать нычки, то есть закидывать рандомные ящики новые в игру. Так что нужно обыскивать всё и вся. Но вот, блин, дождь, я хочу вам показать данный мод в яркую погоду, уже больно красивые. Тут солнце, да, красивое. Поэтому, если что, покажу попозже. Так, радиация нас уже шарахает. Ну, бляха-муха, что ж поделать нам теперь? Как говорится, нечего поделать. Тут у нас что-нибудь есть, ага, полиэтиленовая плёнка, здесь у нас всё пустое. Так, и чего у нас там по радиации? Подожди-ка, 8, 808 радиации, 6. Ладно, я думаю то, что я, может быть, у медика тогда буду её выводить, потому что вряд ли нам сейчас не рады как-то выведут её или ещё кто-то. О, вот кровососы вчерашние, да, которые меня так не убили. Они всё стремились, они всё хотели, но как-то у них не вышло. Так, ну сейчас-то я уже с дробовиком пришёл, сейчас я уже особо ничего не боюсь. Так, он где-то очень близко, но вот падал, сейчас он, как назову, ещё палиться не будет, да? Вот, блин, тоже, да, из-за реальности, блин, от кровососа бегать. Далеко не самое приятное, между прочим, но вроде как он ушёл, хотя, скорее всего, он просто тих. Блин, тут ещё дождь, как капец такой, громкий. Ладно, неважно. Так, давайте-ка пробежимся маленько. Вот, слышу. Три кровососа, ничего себе, тут их, оказывается, и много, что ли, ёлки-палки. Я думал, тут просто один рычит, однако нет, однако я ошибался. Ладно. Так, это нехорошо нисколько, давай сейчас тогда мы сразу вон туда добежим, посмотрим, что из этого выйдет интересного. Блин, ну вот они не идут ко мне, и всё. А, заклинило, и ногу мне сломали, мужики. Так, ну если попытаться ещё раз, ну нет, это очень сложно, там почти четыре, поэтому... А подлиннее, как мне тогда справиться с этим, я не понимаю, блин. Так, разведали мы сейчас местность, тогда сейчас можем попытаться как-то убежать, возможно, от них. Почему нет? Наша задача была чисто разведка местности, никаких убийствах речи не шло. Так, всё, убегай, убегай, сейчас нужно найти какую-нибудь возвышенность. Бляха. Вот по-любому за мной до сих пор кто-то бежит, а? Блин, а где же тут возвышенности какие-то? Я ничего не вижу, блин. Вот это нет, туда не запрыгну, вот сюда. Я тоже особо не запрыгну, скорее всего. А можем на базу вернуться, в принципе, ладно, вот, возвышенность какая-то есть. Давай сюда, ух ты, ни черта ты перепрыгнул. Так, всё, давай, а давай-ка так же пьём водички и посмотрим, что там у нас по заданию, кстати. По идее оно выполнилось или как? Нет, нужно сейчас вот сюда сходить. Блин, издеваешься что ли? Полетели, чё могу сказать. Конечно, такое всё занятие, вот так вот бегать по локации, как дурачок какой-то. Но, в принципе, даже можем ствол убрать. Здесь особо он не решает. Потому что ни с кем я не хочу сражаться. И, кстати, можем все-таки туда что-нибудь поискать, кстати, в этой точке. Ой, да они уже близко, блин, жесть. Так, разведать местность, это хорошо. Не то, что мне капец, это тоже, да, сказано было. Так, давай сюда, всё, нормальная парилка. Кровососы нахер, видите? У меня сейчас вопрос имеется, правда, как я отсюда буду уходить. Тут, походу, ещё и радиации жесть сколько, поэтому я вообще зря с тобой пришёл, короче. Нужно отсюда убегать. Пусто. Да ёлки-моталки, есть вообще пусто, есть нечего делать. Ладно, давай тихонько спускаться, не знаю, получится мне как-то. Погоди-ка, могу ли я? Ага, ладно, подожди, куда идти дальше? Просто, чтобы я знал, примерно, и понимал. Так, куда? Понятно, куда. Тут недалеко. Ой, день добрый. Всё, давайте, до свидания. Ага. Это радиация, сейчас мне видишь уже в глазах, вроде как мутнеет, айт за неё. То есть нужно как-то её выводить, но как ты это сделаешь, блин? Здоровье, в принципе, не сильно ты братится, да, всё, и нафиг. Но всё равно такое себе, если честно. Бегать мы начали не так быстро. То есть, по факту, да, радиация вот так вот влияет. Это хардкорный мод, тут всё продуманное. О, это трупы, что ли? А, это мутантов трупы. А, нет, не только мутантов, подожди. Чё у тебя было? Заберу, куда я каил всё, у тебя ствол заберу. Засевлюсь и гляну ещё чё тут. Вот 10 челиков, подожди. Ну, ничего страшного, ладно, к медику зайдём. Радиацию видим полностью из своего организма. Вау. Вау-то вау. Так, забираем. Конечно, весит много, но а что поделать? Крыска лежит. Ляха, нифигайся. Ну, сказку, вряд ли буду использовать. Снять запчасти левый альп. Ну, ага, сняли запчасти. Так, это может идти со всеми стволами, что ли, или чё, или это как работает? Пока не понимаю. Так, снять запчасти, давайте-ка, раз, два. И как-то это можешь использовать, видимо, да, в будущем? Ну, вот. Я тебя слышал, мужики, я тебя вообще понял максимально. Ну, тут, кстати, почему ты один. Может быть, есть смысл потягаться с ним? Да, господи, сейчас куда-то ещё игра гоняет. Не-не-не, забей, сейчас пойду всё это сдам, наверное. Нафиг идите, нафиг идите от меня. И вылечу себя от радиации, починю свой противогаз. Потому что он что-то вообще как-то очень плохо от меня от радиации защищает. Блин, чё за погоня, забей? Мне такое не очень нравится. Я хочу сражаться, а я не могу, потому что я понимаю, что у меня шансов нет, банально. Да-да, расскажешь. Он засошёл мне, когда сохранился, представляешь? Нафиг иди, всё. Мужик, помогай, поже. Спусти, сохрани. Почему за мной-то ты бежишь, а? Чёрт поганый. Всё, я ушёл, я убежал. Всё, скорее всего, можешь тут уже аккуратненько спуститься. Да, и всё, и забить хер. Пусть сводовцы с ними мучаются. Или не мучаются, не знаю. Так, капец, я устал, кстати. Ну, вот такой вот вал мы нашли. Тут к нему ничего не идёт, кстати. Вот эти вот штуки, они по-любому очень пригодятся, да? Полимерные листы, покрытые сульфатой висмуты. Часть экипировки для замены. Я не шарю за замену, пацаны. Я не знаю, вообще, надо это использовать, не надо это использовать. Вал прикольный, да, вал оставлю, 100%. Но какой мне от него толк? Давайте-ка даже извлекаем магазин. Ну, в принципе, если я вот так сейчас делаю, один патрон здесь. А сколько, подожди, сколько тут Патрика? Всего 7 из 10. Ну, это мало, конечно, очень. Не 7-то есть, с одной стороны. Так, ладно, давайте-ка бегом сейчас тебе всё продаём. Так, торговля, ну как всё, допустим. Вот это, это что мы понаходили, подожди-ка. Стандартный СКС калибра. Да забираем, мне-то не надо. Давайте сапоги, патроны. Мне это явно не пригодится. Так, мне бесконечные болты, поэтому гильзы тоже отдаём. Я бы наборчики тебе дал, конечно. Так, это чё? А, РКОС в механике, надо ставить 100%. Так, стандартный калибр для ГЛОКа. Это для... Подожди, а я раз ли их не излёг? Ну, в смысле, тут там что-нибудь есть? Да, смотри-ка, подожди-ка. Раздражаем, давайте. Раздражаем. Я же 9-18, но думаю, что патрончики отдельно с магазином нужно продавать. Так, раздражать вот эти давай. Это 7-62. Для кого, для СКС, что ли, нужно было? Видимо, да. Так, ну всё, теперь продаём. Ну, пофиг, частично продают даже мясо. Неважно. А магазин он отдельно, кстати, не берёт. Представляешь, что такое хитро, а? А кому мне их отдавать тогда? Вот кому? Вот и подумал, нет об этом. Так, 2000 сейчас, короче, мы за это получаем всё. Даже 2800. Но, честно признаться, я думал, что больше нам дадут. Короче, ладно, сейчас давайте-ка руководство читаем. Ага. Если чё, в подачнике у меня записано всё это дело. Так что можем тебе смело это продавать. За сколько? За, ну, 87 рублей неплохо, вполне себе. А наше здоровье, кстати, не сильно тратится. Но, посмотри, как мы устаём сейчас быстро. Из-за радиации, кстати. Хотя, не факт. Может быть, из-за того, что у нас уже с весом небольшие траблы есть. Даже не знаю. А, продавать тебе можешь только заряженные калибры, кстати, полностью. Понятно. Так. Медицинская помощь. Выведик из меня радиацию 1480. Нормально. Сейчас мы потратимся на антирады. И то не полностью выведем, скорее всего, такую радиацию. ХЗ. А сейчас 100% радиации у меня нету. Так, у тебя что-нибудь есть? Подожди. Это радиопротектор. А сам антирад-то у тебя где? А, вот же он, этот антирад у него. Две штуки. Ну, 2000 этот антирад, нифига себе. Я накуплю один, конечно. Но, чё-то ты больно много просишь, и всё. С радиацией у нас теперь всё хорошо. Радиации нет у нас. И давайте-ка сейчас всё-таки противогаз наш вычнем. Потому что надо, я считаю. И как бы по-хорошему нужно и радиозащиту прокачать. Чище по квестам, подожди. Но там долговцы могут быть, конечно. Так, это что, ликвидация? Ну, в мёртвый город вернуться, как вариант, можно. Но, чё-то мне как-то не очень хочется. Я хочу уже куда-то на север. Ой, на юг, точнее, идти. Но, хотя, с другой стороны, всему своё время. Всему своё время. Торопиться никуда не надо. Поспешишь. Подписчиков насмешишь. Поэтому давайте-ка продаём вот это. Угу. Ремонт улучшения. Так, ну что? За сколько? За сколько, за сколько ты сможешь это всё делать? У меня тысяча рублей всего лишь, но плюс радиация. Да, это хорошо. Здесь у нас он, ну, 600 рублей. Ладно. А вам, за сколько починишь? За 30 косарей. В принципе, не так и много он берёт. Здесь 20. То есть, это не такие большие цены, если честно. Я думал, там цены будут около 70-80, как в ДТ-Р. Но нет. Всё-таки он жалился над нами. Так, тихо. Не фрис игра. А, и тебе даже не могу продать. Ты чё, издеваешься? Таник у вас пустой. Но я тогда вам сейчас выложу всякое билиберту. Магазины, короче, проще продавать заряженными. Так, от них нас во нету. Так, меняем давай-ка ствол. Хотя, это будет очень сильно клинить, но что поделать. Так, это тоже только выкладываем на шивочки. Пусть будет при мне. И всё. Главное, что мы выложились. Ладянка, может, поспим, кстати, маленько? Ну, а почему нет? Давайте два отрежащика поспим. Буквально отдохнём. Полежим, поленимся, как говорится. И после этого отправимся дальше уже исследовать армейские склады. Да как это исследование? Это так, знаешь. Проверили то, что там есть мутанты, и всё, типа, и вернулись на базу. Так, давай, да. Буквально вот 15-ти спим. Потом ещё ходку проворачиваем до вечера. И после чего спим уже капитально. Нужен проводник. Подожди. Нахожусь на армейские склада. Ижнейки сотного болота. Как тебе зовут? Подожди-ка. Семён Рэмбо его зовут. Нифига себе. Во, видели, какая погода классная? Вот это мне очень даже нравится. Вот такая игра. Очень симпатичная. Очень здоровая, считая. Так что, вот в такую погоду бегать на удовольствие, согласись. Ну, там у челика, я кажется, понял, где он находится. Скорее всего, вот здесь вот. А, тут даже два квеста. А, ну, понятно, какие тут два квеста. Всё, я тебя услышал. Но мне по-хорошему сейчас бы... О, деньги оставили. 100 рублей. Спасибо. Мне по-хорошему бы сейчас этого челика как-то к себе захомутать, так скажем. А вот кровосос, но его уже обыскали. Я же говорю то, что он за мной один бежал. Я не знаю, чего боялся. Ну, ладно. Просто я думал, не один. Угу. А вот, походу, тот самый Семён Рэмбо. Так, ну что, куда тебя провести-то нужно? Подожди, это не походу, нет. Это был Генг Сухсанин. А где западный или как там восточный южного полота? Это вообще где? Это где-то вот здесь. Кстати, я тут не обыскал ничего толком. Предлагаю сейчас этим заняться, наверное. И где здесь челик, который просил помочь? Ну, возможно, конечно, на барьере находится, что скорее всего, да? Да и нет, вроде как бы. Никого не вижу. Опа, стрельба. Так, ладно. Это с какой радости по мне-то, подожди-ка. Но я надеюсь, что так, минимум, пролетело. Требуется помощь. Мы подогнём это монолит на армейских складах западного кислотного полота. Вот тут, что ли, где-то? Нет, ну, если западный, то это хорошо. И, кстати, никакого Цербера пока что нету здесь, потому что, видимо, мы не дошли до него. Ну, а, нет, есть. Так, испугался сейчас, на самом деле, тебя, мужик. Ты так стоишь, смешно. Очень не смешно, а скрытно. Что смешного-то? Так, где-то вот надо всё-таки уже тайники по-хорошему искать. Где бы мог разработчик спрятать тайнички? Ну, новые, я имею в виду, добавили 200 или 300 новых тайников. Ну, не на локации, а на одной, а на всех локациях суммарно. Так, Цербер кто такой? Расскажи себе. Ну, и, в общем-то, если кому-то это интересно, можете прочитать. Пофиг, если честно, я примерно понимаю, кто он такой и какую роль он играет. Так, здесь у нас пусто, к сожалению. Ну, как-то, я даже не знаю, блин. А там фанатиков никаких нету, кстати. Свободовец. Слушай, не ты ли, Генка? Геннадий. Ты или не ты? Нет, не ты. Очень жаль. Так, вот тайник один есть. Но деньги, да, это хорошо. Бабы чили. Нормально. Сейчас давайте-ка еще попытаемся найти что-нибудь. Вот тут, конечно, могли где угодно их буквально прятать эти тайники. Но я пытаюсь сейчас, короче, найти те места, где, по моему мнению, хорошо тайник должен был лежать. На проход у нас разработчикам мнения в этом различаются капитально. Ну, ладно, в принципе, за бабами зашли. За 100 рублями исследовали территорию просто и все. Здесь у нас пусто, к сожалению. Итак, там, конечно, война, это интересно. Потому как война это деньги, может быть. Ой, кто тут кричит, так очень страшно. Погода штурмовая, вы чувствуете легкий бриз. Это что такое? Это наша... Что я нажал, подожди? 9. Идут со стороны востока. А, это чтобы снайперам так удобнее было работать, что ли? Я хочу просто поменять режим стрельбы. У нас что-то как-то не хочется, он чтобы по одному патрончику стрелял. Хочется, не хочется, видимо, он пройдется. Так, попей воды теперь. И там реально монолит. Ой-ой. А это сейчас по кому? Че-то фанатик, да, оборзели, блин. Свободу, короче, душат конкретно и фанатики, и все на свете. Походу, это и был фанатик. Только надеюсь, что я его убил. Потому что хочется все-таки его обыскать уже, да? Какой-то хабар найти. Ну, илочку мы нашли, да? Ах ты собака. Челик убили. Или давно это сделали? Подожди. Нашли илку вот такую вот, кстати. Ну-ка, что он из себя представляет? Ох. Капец, блин, тут. Как все преобразилось-то, жесть. Да ну тебя нафиг, братья, внимание. Все, я пошел. Поднимать своих соборовцев, короче, и базу вы защищаете. Сейчас меня тут отправляют к чертям собачьим. Ну, эмбин прям вообще в тему на самом деле сейчас. Так, че, почка? Ее уже до меня обыскали. Так, ладно, сколько здесь имеется патрончиков? Из лишь магазин. Сколько? Еще раз. Десять есть. Но в целом нормально, я думаю. Десяти может и хватить. Зомбу? Так, ну зомбу либо можно пропускать вообще, либо завалить по-тихому. Как-нибудь. Ладно, пусть идут, короче, они мне не мешают. Но зато проверим эту пушку, в принципе. Ну, если с вам сравнивать, конечно, вау намного лучше. Но учитывайте то, что к вау патронщики ты толком и не найдешь. Я там никого не вижу, кстати, на той территории. Ну и дела. Но квест есть. Обновлено. А второй квест? И там как раз у нас есть квест на то, чтобы убить кого. Так, это по мне стреляет-то? Нет, наверное. Воу. Тут кто-то есть, что ли, да ну? Я тебя толком даже не вижу, мужик, чтобы ты понимал. Минус один. Бляха, попал мне, конечно, больно, но что поделать. Так, вот, мультстул. Можем разбирать всякие вещи. Давай-ка аптечку одну используем. Все, давай. Но, походу, сейчас наш слог будет очень жестко клинить всегда, поэтому мне лучше идти его использовать явно. Давайте-ка тогда будем бегать сейчас тогда чисто с фортиком. Так, давай-ка бинтик попытаемся. Все, живи-живи-живи. Ну, неплохо покоцали, конечно, его, но ему пофиг. Надо было в голову стрелять. Там был противогаз. Что ты подбираешь, я не понимаю? Но это я труп, да, это я труп. Нужно, короче, держаться этого, справа которого, а потом уже с тем селой стреляться. Минус один. Нужно, короче, в голову прям стрелять 100%. О, сразу на эту награду 6000 плюсом. Окей. Хорошо, спасибо и на этом. Но где этот крендель, который тут мне сейчас мешаться будет очень сильно, да? Вот же он. Твою мать. Ты что, издеваешься? Я же тебе в голову стреляю. Ему пофиг на голову, у него какой-то крутой шлем, типа его не пробить никак. Она заклинила, хотя постреляла сейчас более-менее, ладно. Попал же, попал же по нему, ну. А, блядь, ну что за черт-то ад. Заклинило устранено? Да не устранено ни черта, но вообще ни черта не устранено заклинивание. Да почему? Так, готова к стрельбе? Готова к стрельбе, отлично. Давай. А, я был... Нет, это не он. Ну нельзя его убить, ну никак. О, да, ну и дурость, конечно, с этими оружиями, блин. Но тут прикольно, он нужный на самом деле, он прикольный довольно-таки. Так, ладно, забираемся тогда все с тебя. У тебя, к тому же, был спальный мешок. Магазин мы завлекаем. Акашник. Нет, ну давай пока все заберем, посмотрим потом, что делать с этим. Всем добром. Я думаю, то, что противогаз точно может сейчас выложить куда-нибудь. Так, ага, понял. Ну и все, у меня перегруз небольшой есть. Итак, чего я точно не буду? Блядь, давай зажимаем, снять запчасти, снять запчасти. И сколько у меня, как ты посмотри, уже жесть. Да, вот те хардкорные мотаномы, блин. Еще, к тому же, у меня есть мультитул. То есть, можно с мультитулом разбирать это дело и получать еще запчасти дополнительные. Ну, у меня сейчас, походу, уже перегруз будет. Хотя нет, не должно, мне уже наоборот. Я разбираю, значит, у меня больше становится деталей маленьких. Так, стволы. Ну, не знаю, это кому пригодится вообще. Мультитул, к тому же, все равно нашел. Так, а ты что? Рецепт лекарств. Понял себя. Неплохо, мы, кстати, пить хотим. Ну, а не проблема, попьем, как на базу вернемся. Давай, так же, тебя. Ну, хозяин, можешь в магазины пригодятся, но я думаю, что мы их выложим. По почте заберем, по всем армскладах. Сколько? 750 рублей, да ты издеваешься, что ли, а? Ай, господи, ладно, я понял, что эти квесты какие-то мега бомжатские. Вообще, не стоит их выполнять. Угу, это я уже выяснил. Работы у тебя никакой нету, но зато при этом могу сейчас тебе... Ааа, вот то есть настолько, да, все это не... Ну, хотя как, ладно, давай сейчас тогда мы отдадим. Ну, а почему нет? Странно, да, он так берет. Некоторые вещи, некоторые не берет. Что это такое, подожди? 700 рублей. Погиб сталкер. Чем скорее вы получите реферсивер, тем скорее мы поможем, если сможем. Анонимно. Эм, чел какой-то скамер пишет, мне очень непонятно. 2000 плюсом. Окей. О, калашников, 32 стоит. Молоток сколько стоит, подожди. Акутео можно повесить, подожди. Старый молоток. Ну, ладно, думаю, попозже мы его купим. 47, а тут сколько? 21. Охренеть, 52 тысячи стоит, жесть. Нет, калаш бы тут нормально было бы. Но нам еще на него копить и копить. Короче, ладно. А, и я забыл у тебя купить воду, подожди. У меня воды не так много. У него тут еще цвета разные есть, этих палочек. Ничего себе, вот это ты, конечно, крутой, крутой. Ладно, самый дешевый у тебя покупай, мне хватит. Попей воды. Ну и, в общем, друзья, на этом же месте мы начали. На следующем закончим. Подняли репутацию ради свободы, поднялись по хабару. Хоть немножко, но поднялись. О, вот эту надо по типу выкладывать вот сюда, пусть челики забирают у меня. Ну и с вами был Голдман. Всем спасибо за просмотр, всем всего наилучшего. Еще увидимся и не болейте. Пока, пока. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня. Отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня с собой. Субтитры сделал DimaTorzok